О коалиции истребителей для Украины, об обстрелах нашей территории, а также о новом пакете военной помощи от Канады. Обо всем этом прямо сейчас поговорим с нашим гостем. Присоединяется к эфиру спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Доброго дня. Юрий, давайте начнем наш разговор о самолетах для Украины. И вот есть такое мнение сейчас высказал его экс-командующий сухопутных войск Польши. Он заявил, что через 2-3 месяца у Украины будут F-16 и считает, что даже пилоты Вооруженных сил Украины будут готовы сесть за штурвалы этих истребителей. Но пан Шибчак акцентирует на том, что международные партнеры Украины сейчас должны определиться, кто из них готов передать эти самолеты. Юрий, все ли так хорошо и быстро может произойти, как, собственно, считает Шибчак? Знаете, кто уже экс, может себе позволить говорить вот такие вот вещи, аналитику и предсказывать, что будет дальше и так далее. Ну, то есть официальные лица нам пока об этом не сообщают. И, ну, очень хотелось бы, очень бы хотелось, чтобы вот 2-3 месяца и F-16 в строю в Украине. Мы же идем тем намеченным путем, о котором мы с вами не раз в эфире говорили. И, в принципе, все то, что мы с вами обсуждали и с коллегами из зарубежных СМИ, и наших национальных украинских СМИ, в принципе, так оно и идет своим чередом. Понятно, что самолеты – это уже завершальный этап той помощи, которую мы получаем, то есть по номенклатуре вооружения. Потому что помощь приходит, но, к сожалению, ее мало. Но номенклатура уже почти вся в Украине осталась. Вот всего ничего, да, там дождаться батарей САМПТИ, дождаться решению по АТАКАМС, так, и дождаться истребителей. Но не будет все так быстро и не будет все и сразу. Поэтому очень хочется быстрее, но процесс непростой, что касается именно авиации. Это очень сложная вещь, к этому идут долгие годы, некоторые там более 10 лет тратят страны для того, чтобы перейти на новый тип, взять его на вооружение и доставить необходимое количество самолетов, чтобы полностью обновить свой авиационный парк. Некоторые страны НАТО до сих пор стоят в очереди за тем, чтобы перейти на этот тип истребителя. Поэтому обучение должно быть пилотов довольно-таки серьезное. Ну, 2-3 месяца это начальные, наверное, этапы, но нужно будет еще несколько месяцев, чтобы уже научиться воевать, освоить все системы вооружения и его применение по наземным, воздушным и надводным целям. Поэтому нужно время, да, бесспорно. Но старт уже дан. Я хочу сказать, что главное, чего уже добилась Украина, украинский народ получил вот это историческое решение, что уже мы можем им получать эти истребители. И толчок дан с Коалицией из тех стран, о которых вы говорили, да, она уже создана. Есть страны, которые будут помогать Украине всем необходимым и обучением, и персоналу, авиационных специалистов. Есть страны, которые будут передавать и истребители, и вооружение. И надеемся, что это будет происходить как можно быстрее. Юрий, а уточните, пожалуйста, еще по поводу обучения наших пилотов. Скажите, кто и по каким критериям, собственно, будет отправлен на обучение? Ну, понятно, что будут для начала отправлены лучшие люди. Это преимущественно должен быть молодой возраст пилота, который будет иметь перспективу, но в то же время он должен иметь боевой опыт и много часов налета. То есть у нас после института Харьковского университета воздушных сил уже 200 плюс часов у курсантов, которые лейтенантами выпускаются. То есть уже есть, они уже учатся с первого курса в Харьковском университете летать. То есть такая система подготовки. Трехступыневой, как он нас называет, это сначала легкомоторный самолет ХАС-30, потом первый-вторый курс, третий курс уже пересаживается, третий-четвертый на Л-39 учебный самолет. Если это истребители касается, бомбардировщиков, штурмовиков. Далее же пятый курс непосредственно пилоты проходили, курсанты, вернее, проходили в боевых бригадах, где уже осваивали истребители, которые стоят на вооружении тех самых бригад. Поэтому у нас летчики уже выпускаются с третьим классом, уже готовые заступать на боевое дежурство через некоторое время. Уже в процессе военных действий в Украине, агрессии России, уже фактически все пилоты, которые в боевых бригадах, уже имеют в том числе боевой опыт. Поэтому именно такие молодые пилоты, мотивированные сознанием английского языка, это тоже очень важный приоритет. Это язык, который нужно понимать инструктора своего, как минимум. Ну и перспектива дальнейшего прохождения службы. Эти списки есть. Есть первый список, второй, третий. То есть будут волнами отправляться, всех сразу не отправишь, но все же по мере вот этой вот дифферсификации, подготовки пилотов, предоставления украинской техники, будут проходить определенную подготовку и инженерно-авиационный состав, и офицеры боевого управления. И, Юрий, давайте теперь параллельно поговорим еще сейчас о потерях оккупантов. Согласно данным Генерального штаба вооруженных сил Украины, общие боевые потери Российской Федерации с 24 февраля 2022 года по 11 июня 2023-го уже ориентировочно составили 314 самолетов и 299 вертолетов. Как вы оцените эти потери и какой еще ресурс у Росармии? Мы понимаем, что у них все даже сейчас есть преимущество в воздухе, конечно же. Ну, тут не скажешь еще, потому что то, что уничтожено, это не так и много. У них достаточно много еще и самолетов по всей стране, есть какие-то там на консервации. Они, в частности, не используют самолеты МиГ-29, которые у них есть. Для них морально устаревшие, что мы используем. Они, может быть, используют их там, где-то на Дальнем Востоке для прикрытия воздухного пространства. Потому что они продолжают изготовлять, кроме того, новую технику. Су-34 недавно были показаны на выкатке из предприятия, которые даже они будут продавать на экспорт. В те страны, которые их заказывают. Возможно, Иран и так далее. Поэтому говорить о том, что у них закончатся самолеты, ну, не приходится. Поэтому без всяких иллюзий нам нужно просто наращивать противодействие той технике, которая нас атакует, что, в принципе, и делается. Где-то уничтожают. Ну, в последнее время мы видим, да, что немного появляются статистики сбитых бортов. Ну, помимо тех, что где-то на севере от нашей страны уничтожено Брянской области неизвестными формированиями. Вот, поэтому там сразу пять, три вертолета и два самолета было за пять минут практически вот в таком диапазоне упали. Вот, поэтому, почему, чем объясняется столь редкое уже появление в статистике и самолета, и вертолетов, ну, не залетают они близко, не подлетают они к нашим границам. Они понимают, что будут сбиты, что будут по ним работать разными типами вооружения. А в Украине уже есть достаточно много разного вооружения, разной дальности. Появился Патриот, появляется сам ПТИ. И российские летчики не могут уже уверенно чувствовать себя. А когда у нас будет АП-16, ну, тогда мы посмотрим, может быть, это количество и вырастет. Потому что противник не перестал атаковать этими самолетами и вертолетами наши прифронтовые территории. В частности, управляемые авиабомбы постоянно прилетают. Вот, вчера буквально в детский сад. Это Херсонская область, две авиабомбы, да? Благо, что детей, наверное, ну, как бы эвакуируют из прифронтовых зон. Но все же, вот, куда летят российские бомбы, мы видим. Их абсолютно не волнует, куда она, ну, то есть, количеством, брать количеством. Выпустят 20 штук, ну, 5 пускай где-то там ближе к цели прилетают. Но это 500-килограммовые бомбы. Мы понимаем, какой разлет осколковать, какие могут быть последствия. Ну, не беспокоит оккупантов абсолютно ихний терроризм, который они устраивают. Ну, поэтому нам нужно наращивать системы ПВО и ждать вот тех истребителей, о которых мы с вами ведем речь. Они, я думаю, смогут немножечко повбавить пыл российских летчиков. И, Юрий, еще один вопрос о беспилотниках сейчас задам вам. Иран помогает России строить завод на территории Татарстана. Снимки появились благодаря разведке США. Сейчас это все обсуждается. Джон Кирби говорил о том, что завод будет в особой экономической зоне Алабуга, расположенной, в частности, в Татарстане. Может быть введен уже в эксплуатацию в апреле 2024 года. Как вы считаете, какой может быть объем изготавливаемых этих шахедов в месяц? Тяжела ли конструкция этих шахедов? Трудно. Трудно сказать. Я думаю, что если наладить какое-то комбинированное производство, если Россия, допустим, будет показывать на камеру всему миру, что они у себя на территории. Чемпионат Беларуси, они неважно где, делают там планеры. То есть, де-факто, вот завод у нас работает и так далее. Но основные блоки, комплектующие, можно просто брать из поставок с того же Тегерана. Ну, то есть, проводить банально сборку на территории России, как это происходит с китайскими или японскими, любыми автомобилями любого производителя. То есть, запчасти пришли, они свели их в кучу. И, в принципе, можно объявлять о том, что Иран не поставляет, мы сами делаем. Вот такая модель может быть, чтобы немножко там Иран открестился. То есть, мы тут ни при чем. Но я думаю, что в мире понимают, кто, где и как, и за счет чего. Юрий, спасибо вам большое за этот разговор и за оперативную информацию. Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил Украины, был с нами в эфире «Фридеман». До новых встреч. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридем». «Фридем» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.